Ну, пока третий результат. Не знаю, удержится ли в тройке наша спортсменка Беатрис Брунбауэр, австрийка, 92-го года рождения, под номером 7 на трассе. Она четвертый результат показала 2,64 секунды в скоростном спуске, проиграла 64-сотые бронзовому призеру. А четвертое место, наверное, самое обидное, потому что если ты там где-нибудь во второй десятке, ну, у девушек пока такого быть не может, их всего 11 осталось из претендентов. Ну, хотя 11 номер, это тоже вторая уже десятка. Так вот, если ты где-то там позади, то оно и понятно, значит, еще не тянешь пока. А вот если ты в долях секунды от подиума, ну, кто-то считает, что второе место обиднее четвертого. Тут можно спорить, конечно, только есть ли смысл. В любом случае, Беатрис Брунбауэр будет сегодня пытаться запрыгнуть-таки. Хотя бы на третью строчку пьедестала, ну и кого-либо оттуда сместить. А претендентки, полагаю, все те же. И Кмохова, и Григорова уже заявили о своих претензиях. Ну, а Аня Древ поедет позже. Да, вот второе место у Беатрис Брунбауэр. Она отодвигает недостаточно быстро проехавшую Веронику Григорову, уступая только Терезе Кмоковой. Кристина Кок из Австрии. Пятое место у нее было в скоростном спуске. 4,09 секунды уступила победительнице. Кристина выступает на этих соревнованиях вместе со своей младшей сестрой Мелиссой. Этой спортсменке в нынешнем году только 20 лет исполняется. Ну, а ее младшая сестра на два года моложе. И вот, кстати, у младшей сестры даже чуть лучше были результаты во время официальных тренировок в скоростном спуске. Но почему-то на медальную гонку она не вышла. Полагаю, с учетом того, как вчера прошли Тереза Кмокова, Вероника Григорова и Аня Древ, конечно, шансов на медали у Мелиссы Кок было немного. Но попробовать-то стоило. Ну, там, видимо, свои какие-то задачи, свои решения принимают тренеры. Не стоит так уж глубоко копать, если бы речь шла о российской спортсменке. Вот про Аню Лосеву мы, конечно, выясним. Почему же она все-таки не вышла на трассу супергиганта? Итак, Кристина Кок, третий результат показывает. Да, конечно, уже наша Ангелина Хамецевич за пределами подиума. И вот бронзовый призер дня вчерашнего Аня Древ. Она очень стабильно была и в тренировочных заездах, показала в одном второй, в другом третий результат. Менялись они там с Вероникой Григоровой местами. Но в итоге все-таки бронза, что для 18-ти, даже для 17-ти летней, наверное, спортсменки, не знаю точную дату рождения Ани Древ, но 97-й год. То есть в лучшем случае уже исполнилось 18 совсем недавно. И вот для столь юной горнолыжницы бронза сурдолимпийских игр это уже повод гордиться собой. Ну и повод работать дальше, потому что с Терезой Кмоховой ей еще придется долго соревноваться. Та тоже молода. И впереди наверняка пара сурдолимпийских игр у нее будет. Итак, Аня Древ пока похуже идет. Но учитывая, что здесь разрывы между главным фаворитом и преследовательницами, не долями секунды все-таки измеряются, а секундами, можно втиснуться. И какой в итоге результат? Нет. В супергиганте Аня Древ уже не попадет на подиум точно. Но мы помним о Слаломе. Она может еще в суперкомбинации попытаться отыграть недостающее время. И вот Алина Рябчикова под 10-м номером. Спортсменка 96-го года рождения. 10 ноября родилась она, то есть ей не так давно исполнилось 18 лет. В сурдолимпийской сборной России с 2012 года представляет город Можга Удмуртской республики. Является призером чемпионатов России по горнолыжному спорту. Тренирует Алину Александр Паршаков. Для нее это дебют на сурдолимпийских играх. Мы всего одну девушку увидели из нашей сборной. В скоростном спуске это была Марина Зверева. Она вот совсем скоро уйдет на трассу. А Алина... Естественно, больше робости пока должна испытывать. Потому что ничего не могла так вкатиться в соревнования. Одно дело тренировки и совсем другое борьба за медали. Но даже если мимо подиума будут наши спортсмены ехать, вы не расстраиваетесь. Мы понимаем, что претендовать на медали уже в дебютной сурдолимпиаде крайне сложно. Мы просто пожелаем из этого опыта извлечь максимум полезного тренером, самим атлетом. Итак, какой результат у Алины Рябчиковой? Только седьмое место и достаточно солидное. Более 12,5 секунд отставания. Да, Россия вперед. Челябинцы у нас тут подъехали, судя по всему. Молодцы. Соседи. И вот Марина Зверева. Шестое место в скоростном спуске. Марина представляет город Уфу, республики Башкортостан, столицу. Кандидат в мастера спорта. Родилась 23 августа 1988 года в сурдолимпийской сборной России с 2011. Многократная победительница и призер чемпионатов России по горнолыжному спорту тренирует ее Олег Иванов. Да, Марина была далековато от подиума в скоростном спуске. Но, по крайней мере, не какой-то там ужасающий у нее отрыв, вернее отставание, в сравнении с той же Магдаленой Арджиховской. 4,5 секунды. Для дебютантки это, пожалуй, ну, как минимум не провал. Насколько это неудачей может считаться, пусть судят тренеры, которые перед каждым атлетом ставили свои конкретные задачи на каждую из дисциплин, в которых им доведется принять участие. Ну, наверное, по нашим зрительским, болельщицким меркам это даже неудачей назвать сложно. Просто дебют, проба сил и вполне достойный результат. И вот какой будет в супергиганте Марина Зверева седьмой. И вот последняя участница Мелисса Кок. 97-й год рождения. Юная австрийка. Обычно у нас так получалось, согласно заявочным стартовым протоколам, что все австрийки дружненько в рядок выстраивались, все трое. Но вот сейчас Беатрис Брюнбауэр и Кристина Кок проехали одна за другой. А Мелиссу Кок с подругами по команде разделили несколько участниц. Да, как я уже сказал, она чуть лучше своей старшей сестры в тренировочных попытках ехала во время официальной тренировки. Но почему-то на вчерашний старт в даунхиле не вышло. Отставание не настолько серьезное, чтобы говорить о слабых перспективах на подиум. Поэтому мы ждем. Но явно уже Терезу Кмохову можно поздравлять со второй золотой медалью этих Сурголимпийских игр. А вот вклиниться в число призеров вполне возможно Мелиссу Кок и сумеет. Зазор между ней и Кмоховой не настолько велик. Возможно, даже на серебро идет сейчас Мелиссу Кок. Дождемся. Да, последний поворот преодолен. И да, действительно серебро. Две с половиной секунды. Браво, Мелиссу! У нас новая фамилия в числе медалистов. Ждем. Да, поздравляют ее. Вот. Там подруга по команде Беатрис Брюнбавер. Итак. Да, сама Беатрис, кстати, третьей стала. То есть из вчерашних призеров только чемпионка смогла повторить свой успех. А вот на второй и третьей ступеньки новые лица, новые имена. И оба этих имени принадлежат спортсменкам из Австрии. Это страна, принявшая самые первые зимние сурдолимпийские игры в 1949 году. И естественно, что австрийцы из всех дисциплин, которые когда-либо были частью программы на сурдолимпиадах, прежде всего рассчитывают на медали именно в горных лыжах. Ну, сноуборд еще, вероятно. Потому что у Австрии в хоккее. Сами понимаете, как обстоят дела. Насчет керлинга не знаю. Керлинг достаточно молод.